Ночь в Кабуле наступает рано. Темнота падает очень быстро. Небо из лилового мгновенно становится черным. И сейчас неправдоподобно огромные звезды, чуть подрагивая от поднимающегося нагретого воздуха, с любопытством рассматривали, что происходит во дворе российского посольства. А там шла лихорадочная подготовка к отъезду. Своих пассажиров ждали автобусы, но сотрудники не спешили занимать места. Они были заняты более важным делом. Загружали имуществом стоящие здесь же три КАМАЗа. Совхоз Семеняка бегал вокруг и приговаривал «Товарищи, по 100 килограмм на человека, придерживайтесь нормы!» Но слушать про нормы никто не хотел. Бросать нажитое нелегким трудом и дефицитное в России имущество люди не собирались. Два грузовика уже были забиты под завязку и накрыты брезентом. В третьем на гору чемоданов, ящиков и узлов грузили электронику. Коробки с телевизорами, музыкальными центрами, магнитофонами и прочий нежный товар, который так легко раздавить и повредить. — Вы что, не понимаете? Все это никак не войдет в самолет. Там же будут еще солдаты, может и техника, — не унимался завхоз. — А с нами поедут дипломаты других государств. Вы хоть подумайте, как будете смотреться со своими мешками и узлами. Завхоз уже сорвал голос и теперь просто сипел. Но на него не обращали внимания. Двое афганских рабочих принесли тщательно упакованное трюмо индиговой и теперь под бдительным руководством самой Веры устраивали его поверх всего остального груза. — Куда вы эту Адароблу тянете? Хотите мне телевизор разбить? — возмущенно заверещала Титова. Она всегда была похожа на тихую обезьянку. Однако сейчас эта обезьянка взбесилась. Но тут же получила достойный отпор. — Ты что, одна здесь такая цаца? — закричала Индигова. — Значит, тебе телевизор тащить нужно, а мне антикварную мебель выбросить? — Ты вообще в списках на второй самолет, а это груз для первого. И я в списках на первый. — Не твоего ума дело. Я сама разберусь, в каких я списках. Казалось, сейчас они вцепятся друг к другу в волосы. Но в этот момент во дворе появился посол. Отчаявшийся семеняка бросился к нему. — Не слушают, Владимир Иванович. Может, вы подействуете своим авторитетом? Тот скептически вздохнул, но все-таки подошел к КАМАЗу. — Товарищи, есть норма. Сто килограмм. Мы же в боевой обстановке. — Это я, что ли, виновата в вашей боевой обстановке? — пошла в атаку взбесившаяся обезьянка. Она уже не разбиралась, с кем можно связываться, а с кем нельзя. — Почему? Как что? Так это я крайняя. — Да, но есть приказ из Москвы, — начал объяснять Погосов. Однако Титова слушала только себя. — Из-за чего я в этом пекле и шачила? Из-за интернациональной солидарности? — Нет! Вот из-за этого телека, стиралки, из-за ковров. — А теперь все брошу? — Нетушки, все заберу. Титова зло подбоченилась. Ее сморщенное лицо покрылось красными пятнами. Но за свое имущество она была готова биться до конца. Хоть с Верой Индиговой, хоть с послом, хоть со страшным хикматияром. Все равно. — Да вы поймите, Петровна, мы на войне. По дороге нас могут обстрелять. — А если я оставлю теле, кто не обстреляют? Может, тогда золотой самолет подадут? Вера Индигова, презрительно улыбаясь, смотрела на распалившуюся обезьянку. — Ну, никакого воспитания, Владимир Иванович. Она скромно разверла руками. Люди просто озверили. Из-за каких-то шмоток готовы товарищей разорвать. Руководители оскорбляют. Посол перевел взгляд созлобленной замухрышки Титовой на интеллигентную красавицу Веру. На трюму, которую трудолюбивые афганцы старательно закрепили поверх всего скарба. И теперь накрывали тентом. Махнул рукой. — Заканчивайте с грузом, а обеспечьте посадку в автобусы, — бросил он Семеняки, уходя. — На аэродроме будем разбираться. Тут появился высокий, худой Василий Титов, прилежный и исполнительный замнач секретариата. За ним двое подчиненных несли плоскую коробку еще с одним телевизором. Он растерянно уставился на уже закрытый брезентом кузов. Нина Петровна елейным голоском пролепетала Индигова. — Куда вам столько телеков? Глаз не хватит. — Умная больно, — парировала Титова. — У меня, в отличие от тебя, дети есть. И, повернувшись к мужу, ревкнула. — Чего встал, как засватанный? Тащи в автобус! — Так автобусы вроде для людей, — тем же гутоном продолжила Вера. — Ничего, найдем место, — буркнула Титова. — Не твоя печаль. Погосов зашел в свой кабинет с раскрытым пустым сейфом и выдвинутыми ящиками стола. Тяжело опустился в кресло. Считалось, что посольство законсервировано. А значит, через некоторое время его расконсервируют, и все пойдет так, как раньше. Но сейчас самый неискушенный взгляд мог определить, что никакой консервации нет. Посольство брошено, и неизвестно, вернутся ли хозяева в него когда-нибудь. Послу было до боли грустно. Здесь он провел несколько последних и напряженных лет своей жизни. Он много работал в стране. И бог-свидетель старался сделать так, чтобы ее бедный, малограмотный и горячий народ мог жить лучше, чище, современней. Но ничего не вышло. И вот теперь он и его люди вынуждены ночью тайком бежать из Кабула. Еще пару лет назад такое не могло присниться даже в кошмарном сне. А что развалится великий и могучий Советский Союз? Разве могло присниться? Что так упадет дисциплина, и ему, послу, дипломатическому генералу, придется выслушивать дерзости от озабоченной только своим имуществом технической сотрудницы. Ну да это ладно. Сейчас главное благополучно добраться до аэродрома Баграм. Всего 50 километров. Но в нынешней обстановке каждый километр можно умножать на 10. А может и на 100. И хотя он пытался договориться о беспрепятственном отъезде, использовал все свои влияния и связи еще вчера крупных руководителей и политических фигур, Хотя получил десятки успокаивающих заверений, уверенности в том, что они будут исполнены, не было. Как говорится, восток – дело тонкое. Посол встал, в последний раз окинул взглядом свой бывший кабинет, который уже успел приобрести вид заброшенного нежилого помещения, И вышел в тревожную кабульскую ночь.